Так, в этом видео я собираюсь прояснить отличие углеводов от сахаров. Следует ли на тето-диете просто избегать углеводов и надо ли заботиться о сахарах? Тут много вопросов. Итак, на тето-диете речь идёт об усваиваемых углеводах, не о суммарных углеводах. Усваиваемые углеводы — это суммарные минус клетчатка. Понимаете? Далее. Клетчатка — это углеводы, но она никак не влияет на инсулин. Поэтому мы, и вычитаем клетчатку, она не поднимает инсулин. Чем меньше клетчатки, тем сильнее будет выброс сахара в кровь, а это поднимет уровень инсулина. Следует обращать внимание именно на усваиваемые углеводы и держать их в пределах от 20 до 50 грамм или меньше. На тето-диете не следует превышать отметку в 50 грамм. При медленном метаболизме, если хотите худеть, старайтесь употреблять еще меньше углеводов. Опять же, речь идет об усваиваемых углеводах, не суммарных. Овощи в это уравнение не входят. Лучше вообще их не учитывать. Я говорю о зелени и других овощах, а не о помидорах, моркови и свекле. В них много клетчатки, но сахаров в них тоже много. Их все же стоит учитывать при подсчете углеводов. Но что касается большинства овощей, вроде салатов, брюссельской капусты, кейла, то их считать не нужно. На самом деле, вам следует их есть. В них микро- и макроэлементы, и витамины, например, С. Вам также надо понимать гликемический индекс. Это показатель того, как различные углеводы влияют на уровень сахара в крови. Чем меньше в еде клетчатки и больше сахаров, тем быстрее она повышает сахар в крови. И тем выше гликемический индекс. А если в еде очень много клетчатки и мало сахара, то, скорее всего, будет наоборот. Возьмем, к примеру, сельдерей. Углеводов в нем много, но это в основном клетчатка. В нем почти нет сахаров. Поэтому гликемический индекс сельдерея крайне низок. То есть клетчатка гасит выброс сахара в кровь. Теперь рассмотрим картофель. В одной картофелине 37 грамм углеводов. Но также в ней есть 4,7 грамма клетчатки. Итого, усваиваемых углеводов 32,3 грамма. Это усваиваемые углеводы. Это довольно много. И клетчатки не так много. Но посмотрите, сахара мало. То есть мы смотрим на количество сахара и оцениваем. А в других продуктах сахара может быть больше. Все зависит от количества клетчатки, типа еды и гликемического индекса. Нужно учитывать все три переменные вместе. Тут я говорил о сыром картофеле. Как только вы его пожарите, сварите или испечете, сахар поднимется буквально вертикально. Именно поэтому чипсы и картошка-фри имеют очень высокий гликемический индекс. Дело в том, что углеводы при готовке распадаются на простые сахара. А еды, которая вызывает быстрый выброс сахара, и нужно избегать. Возьмем хлеб. В одном куске хлеба 12 грамм углеводов. 1,9 грамма клетчатки. Получается 10,1 грамма усваиваемых углеводов. Сахара 1,6 грамма. Но не забывайте, речь идет об одном куске. Так что это довольно много. Проблема с хлебом не только в высоком гликемическом индексе. В зерне есть определенная клетчатка. В ней содержится фитиновая кислота. А она истощает запасы определенных макро- и микроэлементов. Запасы цинка точно. Одно это может создать много проблем. Не говоря уже о выбросе сахара в кровь и о том, как быстро продукт превращается в сахар. А также в хлебе есть глютен, к которому многие чувствительны. Так что на тетодиете мы не рекомендуем зерновые и клетчатку из зерновых. По этой причине. Клетчатку нужно получать из овощей. Не следует есть крахмалосодержащие продукты, такие как рис. А что насчет фруктов? К примеру, в яблоке 25 грамм углеводов и 4,4 грамма клетчатки. То есть усваиваемых углеводов 20,6 грамма. Многовато. Но взгляните на сахар. Целых 19 грамм. Это как шоколадку съесть. Давайте приведу реальный пример. Несколько лет назад я перекусывал яблоками в промежутке между обедом и ужином. А еще перекусывал вечером с арахисовой пастой. Я съедал много яблок. Я тогда весил 96 килограмм, а потом похудел до 81. Только за счет того, что перестал перекусывать яблоками с арахисовой пастой. Яблоки определенно помешают вам войти в китос. Ягоды гораздо лучше, поскольку они не такие сладкие. Клетчатки в них больше, чем во фруктах. И их гликемический индекс ниже. Добавлю еще кое-что по поводу картофеля. Если бы вы съели картофель сырым, сахара в нем было бы вот столько. Это мало. И, вероятно, все было бы в порядке. Так что можете спокойно есть сырую картошку. Правда, удовольствие от этого весьма сомнительное. Короче говоря, вам нужно оценивать все эти переменные. Клетчатку, усваиваемые углеводы, а также гликемический индекс. В описании будет ссылка на ролик, в котором рассказано о нем более подробно. И вот еще что хотел сказать. Есть такая вещь, как инсулиновый индекс. Если не слышали, в описании будет ссылка на ролик и об этом. Это касается всех неуглеводных продуктов и того, как они влияют на уровень инсулина. Спасибо за внимание. Если вам нравится данная тема, подпишитесь на канал. Я буду сообщать вам о выходе новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok